Показал им просто цветок, вот так повернув его со всех сторон. Никто ничего не понял, и только Кашьяпа улыбнулся ему в ответ. Тогда он ему передал этот цветок со словами «Ты знаешь». Вот эта улыбка к этому цветку, это знак в буддизме. Есть такая Аватамсака Сутра, Сутра Величия Цветка, на которой построена мистическая ветвь буддизма, внесловесная, прикосновение к истине, трансцендентной, реально всем существам. Это вот этот цветок. Он ему улыбается улыбкой Кашьяпы, конечно, улыбкой Авгур, так сказать. А Луна – это символ бодхи, потому что Луна среди мрака ночи, светит светом ясного понимания, и она абсолютно кругла, она совершенна. Это знак совершенства. Поэтому это знак бодхи, разума бодхи. И при том, ребёнок указует, это младенец, он указует на Луну, и он автоматически выполняет правила, которые очень трудно сделать взрослому. Забудь о персте, указующем на Луну. Потому что дзенцы больше всего боролись с любым догматизмом, особенно дзенским. Они говорили, что человек очень часто путает инструменты познания истины с самой истиной. Поэтому они всегда говорили, забудьте о сетях, когда поймали рыбу, забудьте о персте, указующем на Луну, забудьте о своих философиях, забудьте помнить о реальности. Вот пусть она будет в вас, а не дзен там или какие-нибудь другие идеологии. А ребёнок, он же как бы бескорыстный, но он указает на неё и тут же забывает. Как говорит китайский стих, гусь, пролетая, не оставляет отражения в воде. Вода не удерживает этого отражения. Это только взрослое сознание, там всё проваливается, застревает, и как снежный ком растёт, все наши представления о себе и о мире, все наши обиды, ложные радости, горести и боли. Нет, всё проходит свободно сквозь. Ребёнок вот так указует на Луну, как истинно. И потом он находится на руках у матери. А следовательно, он находится в Гукураку, в раю буддийском, у Амитапхи, в Лоне, так сказать, где у него нет никакого недостатка, где он абсолютно самодостаточный, абсолютно как бы на своём месте. И вот Иса, детская ипостасица, величайший мудрец, который природную тему из хай-кай увёл в человеческую, но он её спроецировал на человека с неожиданной точки зрения, с детской. Баклану так искусно подражает, что кажется живее, чем настоящий. Ах, эти дети! Мяукнувшей кошке быстрый язык показала, мячик к груди прижав. На смерть маленькой дочери, она умерла совсем лет восемь, цикада так стрекочет, так истого красна бумажная вертушка. Ой, не бей меня! И передние лапки, и задние тоже муха в мольбе сложила. Под сенью трав с таким холодным видом сидит лягушка. Или там, лягушка восседатель, можно сказать. Демонстрация ухода от слов. Когда путешествие по северу вдвоём со своим учеником, Басё от ученика получил предложение описать самый красивый, как это в поэзии считалось, японский традиционный пейзаж, Мацусима, это такая, знаете, картина залива с маленькими островками, со скалами, с соснами, сказочной красоты, конечно, местности, считается первой по красоте пейзаж японии. Басё написал так. Мацусима я, я это восклицание. Мацусима я, а-а, Мацусима, а-а, Мацусима я, Мацусима я. То есть, о, Мацусима, о, О, Мацусима, о, Мацусима. И с каждым разом нам больше восклицается незнакомой. То есть, или еще, как сказал последователь его один в это же время, когда он написал, он написал, Йосино-Яма, гора Йосино, которой все принято дифирамбусом, он сказал, что «Корева, корева, тобакари Йосино-Яма». Ах, ах и ах, вот все, что и сказать могу о горе Йосино. То есть, нет слов, одни междометия, так сказать. Это можно принять иронически, вы вот улыбнулись, но вообще-то говоря, это шутка-то шутка, но это как бы, это вот, знаете, это закрыть словесную дверь и сказать, никакие слова не славались. Тема медитации сама по себе, молчание. Молчание, как сакральное действие. Вот вы никогда не задумывались, почему молчание считается самой тяжелой аскезой у всех времен и народов. Вот те, кто там голодают, там живут в жаре, в холоде и так далее, это не так сильно, как молчание. Причем молчание внутреннее. Не просто вот закрыть рот и не говорить ничего, а устранить диалоги и монологи из головы. Внутреннее молчание. Это верх аскезы. Великие молчальники есть только вот там в Исихазме, там в христианском, да, великие первые. Такой подвиг могли понести только вот там первые мудрецы первых там четырех веков христианства, до Вселенских соборов. Или вот у буддистов то же самое. Шакья-муни, ведь это что означает? Это молчаливый аскет из рода шакьеров. Он же ведь там, он долго молчал, там он, и вокруг него уже целая община сложилась. Он потом, правда, отказался от этой аскезы. Вот, он сел под деревом водхи и сказал, что не встану, пока не пойму, для чего я существую. Тогда-то на него снизошло вот это самое зазарение. Итак, тема молчания. Ночь глубока, светильнику окна, чей язычок внимательно, недвижен, и я молчу задумавшись. Здесь, к сожалению, очень трудно перевести выражение вот то самое по-японски многозначное. Цуку-дзу-ку-то. Это вот та самая аноматопея. Это значит сосредоточенно, серьезно, внимательно и так далее. А вот когда японцы это признают, цуку-дзу-ку-то, вот он внутри этого пламени и внутри вот этого человека, который сидит в такой пламени. Знаете, вот идеал молитвы, это свеча, пламя свечи, не дрогнувшее на буре, на ветру ужасно. Это вот когда достиг такого состояния свечи, которая как стоять пред Богом, как свеча, не гаснущая на ветру. Еще одно его с Макото, эстетики Макото. Это Рёта, ученик Рансетсу, ученика Басё. Моно Ивадзу, Кякуто, Тэйсюто, Сирагикуто. Молчание хранят хозяин, гость и хризантема белая. Иногда они переводят, это типичное японское свойство, переводить время в пространство. Они очень любят это делать в поэзии. Или переводить одно чувство, скажем, запах в цвет, цвет в запах. Почему я это взял? Вот некоторые такие стихи. Умолкнул колокол, и раздается запах цветов вишневых в тишине вечерней. Это Басё. И еще два его трех стихи. Стемнело море, только вскрики чаек едва белеют. Это буквально так сказано. И для японца это не странная такая метафора, А это вот, это вот то самое нерасчлененное сознание. Или еще. Басё. И гора, и сад, придвинувшись, свободно входят в комнату летом. Джосо. Лёг на подводный камень, лист опавший. Исса. От вытянутых ног моих вдаль пролегли вершины в облаках. Очень часто встречается и у Басё и у учеников тема бабочки, которые порхают в Китае. Дело в том, что, может быть, вы знаете такую притчу. Мудрец Джоанзе, вернее, Джоу Джоу, ему приснилось однажды, что он бабочка. Потом он проснулся, и вот он находился в колебаниях сомнений. Кто он, бабочка, которая приснилась, что она Джоанзе, или Джоанзе, которому приснилось, что он бабочка. Вот в этой системе, где нет трансцендентной точки опоры, как у христиан, знаете, там этот вопрос не отвечает. И поэтому к нему очень часто обращаются. Там Басё говорит, ахайкаи в земле Марокоси, одно из древних названий. Спрошу бабочку, что порхает. Асоин, основатель модернистской школы Данрин, каламбурное трехстишье сочинил. Таков наш мир. Порой и бабочка, то здесь, то там садится. Ну и что? А тут надо знать каламбуры. Дело в том, что выражение бабочка, чоу-чоу. У японцев социируется с выражением чоу-чоу, то и дело, здесь и там. А глагол сидеть, томару, входит в выражение томо-аре, какумо-аре. Как бы то ни было, всё равно. То есть там слова, они сами ткут вот этот смысл, который я вам прочитал. Как бы обычные идиомы выстраиваются вот в этот смысл. Как бы помимо воли поэта. В этом главное там всё. Дальше. Когда спросили ещё однажды у Они Цуры, что такое истина Дхарма, он сказал. То есть он ответил, не про что, истина это не про что, а истина это что. Вот камелия белая в саду. Вот. Смотрите, пока не поймёте, что это и есть. Или басё. Сад подметя, о снеге забывает веник. Но это я уже, кажется, объяснил. Его знаменитое стихотворение, вот «Загловший пруд, прыжок лягушки, всплеск». Сколько уж комментариев при этом стихотворении посвящено. Но люди всё время забывают о том, они пытаются понять, что там скрыто, какие другие слова скрыты за этим. Они пытаются именно оценить это как «про что» стихотворение. А это не про что, это что. Это не про лягушку, а это лягушка. Это не про пруд, это сам пруд. И вы должны быть этим прудом, этой лягушкой, этим всплеском, этой тишиной. Тем более, что по буддийским представлениям, прошлых рождениях, мы все с вами уже этим всем были. А также и всем другим. Просто надо вспомнить, что такое быть прудом старым, что такое быть лягушкой, что такое прыгнуть, что такое всплеснуть. И быть, и в этом состоянии пробыть некоторое. Это тема для медитации такой вот поэтической творчества. Или это уже как бы, это вот знаете, такие диалоги с этим, там у них внутри тексты перекликаются. Но один последователь Бащён уже после его смерти написал, старый пруд прыгает, Бащён всплеск. Значит, ну это не пародия на Бащён, а это вот это ощущение, то что для него уже нет разницы. Пруда, Бащён, лягушки, его самого и так далее. Вот он это очень хорошо почувствовал. Или, например, вот, например, Торей написал такое вот об этом же лягушке, об этой Бащён. Заросший пруд, нет, погодите. А, Торей вот что написал. С такой же силой, как нырнула и вынырнула лягушка. Вот это вот ощущение, знаете, как, что такое вот эти истинные реальность. Это два зеркала поставили друг против друга. Бащён, среди полей, ничего не касаясь, жаворонок поёт. Тишина. Что такое тишина? Как это передано физическим ощущениям? Как можно наиболее точно передать эту тишину? Через звук. Для этого надо вот владеть техникой Макута. Те, кто бывал когда-нибудь в Японии летом, слышит вот это цикады эти все. Здесь у него свистят. Какая тишина! Сквозь скалу сыплются цикады стрекотания. Вот этот звук, проходящий сквозь камни, оглушительный стрекот, цикад, это самый верный знак тишины. Рыбёшка белая, глаз чёрный раскрывает в сетях закона. Покинутый храм, обветшалое божество, опавшие листья. Все помыслы и чувства оставь в зелёной иве. Это Бащу Голи. В пруду несорванные лотосы. Душевных перлов праздник. Последняя строчка непонятная. Тама на Мацури. Тама – это кружки. Это и кругляшки росы. Это и круги лотосов, и расходящейся воды. Это и тама – дух. Это праздник духа предков. Летний праздник поминовения своих умерших родственников. Тама на Мацури. Но это всё в одном слове. И это всё сквозь этот смысл проходит одновременно. Это не игра слов, а это сопричастность всего сему и вот этих слов. Кто разглядит. Вот эта ученица Бащу Соно Джо. Вот она, кстати, женщина, она интересна. Она интеллектуально передала вот это вот ощущение неразделённости восприятия. Кто разглядит и кто постигнет. Не есть, не нет сияния Дхармы. Или ещё одно. Осенний месяц и рассвет весенний, что в небе мне являлись. То Сон Ильяфе помилуй Амитабхал. Это перед смертью написано, как песня прощания жизни. А вот что такое тишина в храме. Вот вы знаете что? Мы всё время забываем о тишине. Вы знаете, когда у нас приходят люди в церковь чаще всего. На большие праздники. Это само по себе хорошо, конечно. И очень нельзя не прийти на Пасху, на Рождество и так далее. Но вы знаете, это вызывает вот какую привычку. Если человек не воцерковлён глубоко, если он к данным общениям не принадлежит, он не понимает те вот сокровенные часы молитвы, когда в храме почти никого больше нет, когда стоит вот эта самая тишина. У японцев храмовые праздники буддийские совпадают с цветением вишни. Что есть такой природный фейерверк, который пропустить, конечно, совершенно невозможно. Это тот, кто хоть раз это видел, своим глазам просто не поверит, насколько это красиво. А вот когда заканчивается это цветение, как правило, заканчиваются и большие буддийские слова. Это не случайно, потому что в буддийских храмах сады эти, которые сами по себе привлекали верующих, как природное убранство этого праздника. А вот что пишут об этом, что пишут поэты. То есть там вот эти облака этих вишневых садов, они, собственно, закрывали. И самое главное, этот храм. А он стал сквозь них просвечивать только тогда, как-то вот эта красота земная вся, так сказать, обветшала и ушла. И только тогда стало вечное просвечивание. Или бащо. Вот он тут написал такое сферен, там слышал звон, как говорится, но не знаю откуда. В буквальном смысле слова. Ханану кулмоу, канэва уэно ка, асакуса ка. Цветов пешневых облака. Звон храмовый из уэно или асакуса. Это районы старого Токио. Эда. Вот это вот ощущение, когда этот звон внутри... Притчу расскажу маленькую, чаньско-китайскую. Значит, два мудреца шли по берегу пруда. Один посмотрел на рыбок, резвящихся в воде, и сказал, как приятно этим рыбкам резвиться в воде. Тот сказал, ты же не рыбка, ты же не знаешь, приятно. Он на этом говорит, ты же не я, ты же не знаешь, знаю я и нет. Это типично дзенский диалог. Чаньский, это китайцы. Или еще один типичный, такой же. Двое схоластов, чаньских, такое тоже, может быть, хотя это парадоксальное такое соединение, заспорили, глядя на флажок. А нам часто такие флажки знаковые ставят на крышах храмов, который перепитал на ветру. И один утверждал, что трепещет флажок, другой говорил, что это ветер, эта версия флажок, трепещет. Вот. Один, значит, видел первоначало, так сказать, главное, что происходит в трепетании флажка, то в ветре. Третий подошел, сказал, что было бы неправо, то трепещет ваше сознание. Вот. Это, так сказать, вот такое буддийское отношение к этим всем парадоксам нашего строения. Вот, значит, здесь вот очень есть много таких параллельных китайских, по китайской композиции симметричных, чего никогда не бывает в японском искусстве и в поэзии, в том числе композиций, которые отражают вот некоторые вещи, о которых я вам говорил. Например, подобно мечу может разрезать, но не разрезает себя. Подобно глазу может видеть, но не видит себя. Вот это идеал, так сказать, сознания в бодхе. Дело в том, что, чтобы увидеть себя, это надо иметь вот эту концепцию я, вот этой некой личности, которая как бы отделена от всего остального мира. Я и оно, как у Фрейда там, так далее. Или вот. Ветер утих, но цветы по-прежнему осыпаются. У нас, знаете, такой логический сценарий в голове возникает. Цветы почему падают? Ну, ветер. Нет. Есть какие-то внутренние причины, более глубокие, чем ветер. Птицы поют, птица вскрикнула, но в горах или в горном лесу от этого стало еще тише. Это вот стихи китайские, но такого, знаете, слова. Или еще вот мне вспоминается, сейчас просто нет времени все это писать, но, например, как же это стихотворение-то выглядит так. Облака, белые облака, беспрерывно движутся, зеленые горы абсолютно неподвижны. Почему мы знаем, что движутся облака? Потому что есть горы. Почему мы знаем о неподвижности гор? Потому что есть движущиеся облака. Вообще понятие относительности, вот которое Эйнштейн сформулировал, в практике буддийской было всегда. Вот понятие, например, неподвижности. Что такое тишина? Там в одном трёх стиши Гон Суи написал. Есть тишина осеннего ветра, дальний шорох прибоя. Японский осенний ветер, он очень гудит, так очень сильно. Или, например, вот что такое неподвижность? Вот очень часто детям мы говорим, сядь, неподвижный посиди и вообще, так сказать, это самое. Но мы не отдаём себе отчёта в том, что вообще это самое сложное, самое творческое, аскетическое занятие, которое и взрослому-то на самом деле не доступно, а уж ребёнку с его энергией, это вообще просто, это значит, будь бы просто превратиться моментально, окаменеть. Можно сказать, там в игре, там, ты окаменел, там, застынь. Так, между прочим, делают иногда, знаете, вот если вы видели, как кошки играют, коты, они так бегают, 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 а потом раз и застывают, знаете, как стоп-кадр. Вот как будто у них в детской игре, там, «Замри!» И они так стоят все в таких позах, там, занесят лапы, и некоторое время стоят. Вот как в японском театре «Кабуки», там у них есть такие «Мия», так называемые стоп-кадры, когда посреди битвы вдруг все, как будто, знаете, такой, кадр в фильме застывает, и подождав, пока это вот отпечатается в вашем задании, потом дальше движется спектакль. Вот в европейском театре я что-то не знаю такого приёма, если не считать, там, Гоголевской немой сцены в конце «Ревизора». Но там это немножко другое. Вот это понятие, что... Вот смотрите, что такое неподвижность? Относительно чего неподвижность? Вот я, допустим, сижу неподвижно, но я вместе с Землей вращаюсь с бешеной скоростью. Вокруг оси Земли, потом по орбите Земли я лечу через Вселенную, там во мне борются красные кровяные тельца с белыми, как красная и белая армия без конца. Там какие-то микрофаги пожирают, значит, эти там всё, там ужас, что происходит. И это называется неподвижность. Но дело в том, что есть другая, есть вот ментальная неподвижность, которую достигнуть, как выясняется, чудовищно трудно. И очень часто для этого приходится телесно ограничивать свои движения, чтобы себя настроить на эту неподвижность. Хотя, вот воин, я сказал, что вот эта неподвижность сознательная у воина посреди сражения, это посреди сколь угодно активного движения, но он умеет держать вот эту неподвижность и вот эту отрешённость и одновременно сосредоточенность. И вот, а теперь я вам прочитаю несколько современных хайку, которые присылают на конкурсы хайку, членом жюри которого я отбываю последние уже, что-то, наверное, лет 10. Вы знаете, наверное, здесь даже присутствуют представители этих конкурсов и даже призёры конкурсов хайку. Вы знаете, вот что интересно, когда начиналось это, там, конечно, ставка основная на экзотику была и на такую восточную, на японскую экзотику и так далее. А сейчас вот стали появляться русские хайку, которые вот как-то интуитивно люди, пропустив через себя некую критическую массу текстов, интуитивно стали понимать, о чём идет речь, что такое хайку. И они стали писать стихи, которые не уступят нисколечко японским. Вот, например, мы, члены жюри, это не моё мнение, а совокупное мнение членов жюри, мы пришли к выводу, что в области, например, комической хайку мы вообще можем дать сто очков вперёд японцам. По иронии, тем более, что мы её лучше понимаем, у японцев другой юмор и другая ирония. То есть это совершенно пристательно. И по игре слов даже, хотя, казалось бы, японский язык даёт большую возможность для игры слов, потому что там бесконечная амонимия, из-за особой структуры японского языка. Ну, у нас есть замечательные, вот, например, ну, сейчас я попробую почитать вам подряд и буду комментировать, бессистемно, потому что у меня тут не выстроено, но буду комментировать, о чём этот стих. Ну, во-первых, вот это вот ощущение детскости. Значит, далёкий гром, вниз по аллее едет малыш на самокате. Жаркое утро, на пороге церковушки присел ёжик. Ну, это совсем из детской сказки. Звон колокольчиков, на руинах города пасутся козы, что-то такое библейское или древнекитайское в стиле элегия заброшенных столиц. Весенние сумерки, на балконе с сынишкой чинил луноход. Вот, понимаете, фантастичность стерлинного и реальность фантастичного. Здесь она как-то так очень естественно и ненатужно присутствует. Летний садик, детский рисунок слетел с подоконника. Кстати, по детям ещё недавно крестьяне японские предсказывали завтрашнюю погоду. Парацветение, коротковатое сиреневое платье, деревенский погост. Долго-долго кукует кукушка. Вот даже если не знать, что она там годы считает, да, если не знать там всех наших... То, вы знаете, есть что-то глубоко японское в этом сирене. Сам вот этот вот глуховатый, одновременно монотонный и ровный вот этот вот кукушечный, да, это нигде так нельзя, наверное, почувствовать, как на кладбищном погосте. Или вот беззвучный фейерверк снега и то, что называется, как это озарение, пробуждение в физическом смысле и метафизическом. Под утро переходит в снегопад, прошедший праздник. Скорый поезд, длиной в две станции дождь. Глубоко во сне дворник сменил метлу на лопату. Таинство сезонов, так сказать. Точность и армейская краткость, я бы сказал. «Буднее утро, у пассажиров маршрутки, лица воинов». Там один замечательный совершенно писатель. Значит, он из своей поездки, я вернулся с египтным, там, на древних саркофагах. Узнаю лица своих соседей. Чайковский, концертный, скрип, табуретки. Без запятых, без всего, так сказать. Там все слова, так сказать, перетекают в другое. Это, знаете, тоже очень по-японски. Когда синтаксис размыкнет. «Строительство храма. У прораба под мышкой осиновый кол». Это уже Николай Васильевич Гоголь. Это уж нигде, как в России. Это, извините, это японцы слабо. «Природа контрабанды». Поздний автобус. Крик петуха из бабкиного мобильника. Без запятых, без больших заглавных букв. «Люблю, люблю, убрать лишнее слово, просит программа». Исповедь нового поколения. Вернулось лето. Красит девочка губы акварелью. Есть такие, знаете, вот солнце. В чаше густого меда тишина осенних дней. Это просто лорка. Помните, август, персики и цукаты, медленной росе покос. Ходит солнце в янтарь, заката, словно косточка в абрикос и так далее. Это такое вот выросшее просто из пейзажей, все сконцентрировавшееся в некую словесную реальность. Очень хорошо. «Индейское лето, полны озера золота». Это вот пишут такие же люди, как бы просто пришедшие на, так сказать, корпус любительский хайп. Пожалуйста, вы все можете принимать это. «Веселый старик», «Великая душа» и «Большие уши». Три строки, тремя словами изображены. Свет, тает, сон. Его сиятельство солнце, его сиятельство лужа, весенний ручей. «Ночь все ближе к горизонту солнца». «На окне пустая банка, полная света». «Утро на реке, рыбак дирижирует тишину». Ну и так далее. Вы знаете, то есть я против вас свем-то к чему, что ведь у нас в культуре все это есть. Просто мы как-то мимо этого пробегаем, спешки проходим и так далее. Но вполне могли бы это...